Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актёрскому мастерству. И сегодня я хочу затронуть один актёрский инструмент, а именно зерно роли. Сейчас я приведу вам очень ясный и простой пример, на котором вы сразу поймёте, что же такое зерно роли. Когда мы видим на улице людей, или у нас есть наши знакомые, близкие, друзья или коллеги по работе, мы, как правило, внутренним монологом определяем его сущность одним словом. Как правило, это не очень хорошее слово, но есть и хорошие, прекрасные слова. Например, человек может очень походить на пуделя. Он прямо, вот и такой пудель, или на медведя. И тогда женщина называет своего мужчину медвежонок или воробушек. Это присутствует у каждого из нас. Но, чтобы вы поняли окончательно, женщины обычно других женщин называют как? Правильно, сучка, стерва. И это ёмкое слово, которое не надо объяснять кому-то это значение, что оно обозначает, какая она на самом деле. Просто разговаривая с подругой, вы называете, а, вон, сучка пошла. И подруге сразу стало всё ясно и понятно. Или, как многие женщины любят называть мужчин, козёл. Да? И тоже сразу станет всё понятно. Ёмкое слово. Так вот это и есть зерно роли. Ведь роль у нас это кто? Это человек. Тот же самый человек. Просто воображаемый. И наша задача также найти в нём все аспекты человека. Поэтому зерно роли – это важный актёрский инструмент. И почему именно сегодня я заговорила об этом? Дело в том, что недавно мы с ученицами, с моими, проходили как раз зерно роли. И я сама же наступила на грабли. Ребята, я сейчас вам объясню. Мы как раз спорили по этой теме. Я доказывала свою версию. Девчонки говорили, что предлагали какие-то свои версии. И в итоге в том монологе я была права. Мне приходят пробы. Я сажусь и начинаю разбирать их. Ну, то есть сценическая задача, такты и действия. Я всё правильно разобрала, всё правильно поняла. Но когда начала снимать, я вдруг понимаю, что что-то не идёт. Вот не то что-то. Где-то интуитивно внутри я это понимаю. Актёры, уважаемые, всегда доверяйте своей интуиции. Что получилось? Я определила в итоге зерно роли нервная соседка. И это было неправильно. Я сняла эти роли. Хотя можно было не снимать. Дедлайн был до обеда следующего дня. А я получила пробы. Думаю, дай покажу, как я всё быстро делаю. И сама себе, как говорится, поставила подножку. Я сняла пробы. Понимала, что они неправильные. И отправила. Соответственно, что, друзья мои? Я продула пробы. Я не получила роль. И меня этот вопрос очень мучил. Где же я ошиблась? Я понимала, что я ошиблась. На второй день вдруг пришло понимание. Ребята, я ошиблась в зерне роли. И вместо нервной соседки мне надо было сделать такая, знаете, директор подъезда. Та женщина, которая властная, всё знает, где кто живёт, у кого сколько денег, кто водит любовниц, кто сумасшедший, кто не сумасшедший, да? Кто живёт один, кто живёт с пятью детьми. Она это всё знает. И поэтому она такая спокойная и в то же самое время властная. То есть ей палец в рот не клади, да? Она знает, чего она хочет. И она приходит к своей соседке, зная, чего она хочет. Получить деньги за то, что они её залили. Мы сейчас с вами посмотрим, друзья мои, мои пробы, где зерном являлась нервная соседка. А затем, после того, как вы посмотрите, мы с вами разберём текст, и я вам докажу, почему я ошиблась, выбрала неправильное зерно. Ну что ж, давайте смотреть мои пробы, а потом разбор. Внимание на экран! Я полицию вызову! В чём дело? Что стряслось? Она ещё спрашивает. Я только что ремонт сделала. Вы мне за всё заплатите. А, ёлы-палы! Да смотрю, у вас тут похуже, чем у меня будет. Значит, шестого этажа. Там мужчина пожилой живёт один. Сведу больной какой-то. Я вызываю аварийку. Итак, как вы могли понять, соседка только что сделала ремонт, и, соответственно, приходит к тем соседям, которые её заливают, как она считает. И что же она получает? Значит, сценическую задачу я поставила поиметь соседей финансово. Я не буду сейчас вам говорить там сценическая задача, такты и действия. Тема ролика не об этом. Тема ролика о зерне роли. Поэтому, смотрите, как же всё-таки я пришла к логическому выводу, что она смотрящая за подъездом. Итак, значит, она сначала приходит и говорит, вы мне заплатите за всё. То есть она прекрасно понимает, что у соседей есть деньги, и ремонт они ей оплатят. Когда же она видит, что у них ещё хуже, чем у неё, тут же она говорит, значит, шестого этажа, и начинает говорить, кто живёт на шестом этаже, вплоть до того, что он один и больной какой-то по виду. Соответственно, я делаю вывод, что она знает соседей не только над ней живущих, но и сверху, и даже знает, что он живёт один, и что он какой-то немного больной. И, соответственно, здесь она понимает, что денег она с него не получит. Да? Почему? Я звоню в аварийку. Тогда напрашивается вопрос, а почему она сразу не позвонила в аварийку, а сначала пошла к соседям? Да потому что она прекрасно понимала, ещё раз подчеркну, что у них есть деньги. И в аварийку можно не звонить, да? А просто-напросто они в любом случае ей всё оплатят. Я включила нервную соседку и, соответственно, сделала персонаж неправильно. Дорогие мои начинающие актёры, профессиональные актёры, добро пожаловать ко мне на дистанционное обучение по актёрскому мастерству, где мы обсуждаем не только ваши ошибки, но также я делюсь и своими ошибками. Я честна, я честна по отношению к себе, соответственно, я буду честна по отношению к вам. Записаться ко мне на обучение можно в WhatsApp, Telegram 8 985 447 0087 или под этим видео есть ссылка на мой сайт, где вы можете познакомиться с моим курсом. Всем пока-пока!